Следующее отличие ссылок от указателей заключается в том, что нельзя получить адрес ссылки и нельзя получить ссылку на ссылку. Это связано с тем, что стандарт никак не регламентирует реализацию ссылок. Мы можем предполагать, что ссылке соответствует указатель, но в действительности в программе это может быть реализовано как-то по-другому. Например, если у вас внутри одной функции определяется ссылка на переменную этой же функции, то компилятор может на этапе компиляции просто заменить каждое упоминание ссылки на упоминание соответствующей переменной. И, в принципе, исключить ссылку, не создавать никакой специальной переменной с адресом, проигнорировать ее полностью. В других случаях компилятор также не обязан делать это каким-то специальным образом, поэтому он может делать так, как ему удобно. Давайте рассмотрим это на примере. Пусть у нас есть переменная типа int, и если говорить про указатели, то мы можем создать переменную типа указатель на int и присвоить ей адрес a. Тогда p будет указывать на a. В свою очередь, в следующем шагу мы можем создать переменную типа указатель на указатель. и присвоить ей значение типа адрес переменной p. Тогда переменная pp будет указывать на переменную p, которая, в свою очередь, указывает на переменную a. Со ссылками немножко другая история. Мы действительно можем создать ссылку l, которая будет соответствовать переменной a. То есть, в некотором смысле, также указывает на переменную a. Но в дальнейшем все операции с l будут соответствовать аналогичным операциям с a. То есть, если, например, мы пытаемся взять адрес ссылки, то мы вместо адреса ссылки получим адрес переменной a. То есть, p, l будет ссылаться не на l, а ссылаться на переменную a. Если же мы попытаемся сделать ссылку на ссылку, то у нас просто ничего не получится, так как такая конструкция синтаксически запрещена. Ну, она запрещена в стандарте 2003 года, а в стандарте 2011 года соответствует другому значению. Соответственно, такая конструкция приведет к ошибке. Следующее отличие заключается в том, что нельзя создавать массивы ссылок. Это запрещено, потому что ссылки нужно обязательно инициализировать, а массивы не очень предназначены для инициализации. То есть, массив можно не проинициализировать, можно проинициализировать только частично. Поэтому массивы ссылок просто запрещены. То есть, такой код приведет к ошибке. А массивы-указатели, в принципе, являются вполне разумной структурой. Более того, в одном из следующих сегментов мы научимся использовать массивы указателей для того, чтобы реализовывать многомерные массивы. Ну и последнее различие состоит в том, что у ссылок отсутствует арифметика. То есть, если для указателя арифметика это некоторая осмысленная операция, например, прибавление целого числа к указателю соответствует сдвигу указателя, то ссылки, они реализуют идею не указателя, а идею синонимов. И поэтому непонятно, что значит следующий для ссылок.